На аудиозаписях, выложенных порталом Project Veritas, его организовали правые активисты в 2010-м, слышны, как утверждает основатель сайта Джеймс О'Кив, голоса президента и двух вице-президентов CNN. Почти за три недели до выборов в США они обсуждают, как быть с публикацией в консервативной газете New York Post. В статье содержался компромат на сына Джо Байдена, Хантера. Он когда-то был в Совете директоров украинской газовой компании Burisma и якобы в 2015 году обеспечил доступ одному влиятельному коллеге к отцу, в ту пору вице-президенту США. По поводу истории с Burisma, мы должны быть чрезвычайно аккуратны с ней, но я все же уверен, что эту историю надо делать. Очевидно, прямо сейчас мы не выйдем с истории New York Post про Хантера Байдена. Похоже, для Fox News и правой аудитории она является прямым указанием, какую повестку дня обсуждать. Информация о Хантере Байдене может быть закопана в аудитории правых СМИ – Брайтбарта, New York Post и Fox News. За пределами этой аудитории люди все равно мало что поняли. Ну то есть СНН как будто отказался освещать историю, которая могла навредить демократу Джо Байдену. Первое, что бросается в глаза – выложенные аудиозаписи могли быть выдернуты из контекста. Второе – само происхождение компромата на Хантера Байдена довольно мутное. Третье – репутация Project Veritas сомнительная. Это люди, которые не стесняются в своих проектах ни подкупать участников, ни ставить прослушку. То есть все это для них доступно. То, чего в большинстве случаев обычные журналисты сделать не будут по этическим соображениям. Если для вас приемлемо читать там чужие письма без разрешения людей, подглядывать за их частной жизнью и так далее, значит для вас приемлемо читать то, что делают они, или смотреть. Но вопрос к СНН, если прослушивали действительно руководителей канала, остался. Почему было не среагировать на информационный повод и не разобраться, что там приключилось с сыном Байдена? По данным Медиа-ресерч-центр, 36% демократов, которые голосовали на ноябрьских выборах, даже ничего не слышали о деле Хантера Байдена. По-моему, примечательно, что о разоблачении Project Veritas узнала только аудитория консервативных СМИ. И интересная реакция СНН. Им даже не было стыдно. Они считают, что такой подход к новостям приемлем. Это напоминает мне газету «Правда». «Правда» была рупором государства. В Советском Союзе твердили, что у них есть выборы, но была только одна партия. И эта партия управляла государством. А в США сейчас демократическая партия хочет быть единственной, которая управляет государством. Мы говорим «государство», подразумеваем «демократы». Мы говорим «демократы», подразумеваем «государство». Кэти Янг, колумнист либерального нью-йоркского издания «Ньюс Дэй», в прошлом автор либерального же «Бостон Глоуб», полагает, в СНН просто обожглись на утечках из штаба Хиллари Клинтон перед выборами 2016 года. И так, на СНН это приняло очень всерьез. И «Нью-Йорк Таймс», там «Нью-Йорк Таймс» тоже всегда называется в числе, так сказать, либеральных медиа, что «Нью-Йорк Таймс» вообще очень дало широкую огласку этой истории. И, в общем, многие считают, что это вполне возможно стоило Хиллари Клинтон вообще этих выборов. А допустить второго срока Трампа либеральные медиа, конечно, не могли. Они не скрывают свою нелюбовь к президенту. Но когда в интернет сливается сам механизм принятия решений, многие, особенно в российском медиапространстве, реагируют моментально. Ага, учите нас демократии, а сами работаете по методичкам. Я не считаю, что такая методичка существует. Понимаете? То есть, если в случае с кремлевским медиауправлением мы их физически видели, я не говорю о том, что некоторые их писали, как Глеб Павловский или кто-то еще, то в данном случае речь идет о том, что если происходит определенное согласование интересов между крупнейшими политическими силами и крупнейшими медиаресурсами, то оно, конечно, происходит ни в коем случае не на основании темника. Многие медиа считаются гораздо, и правомерно считаются, гораздо более серьезными инструментами управления общественным мнением. И они просто не будут прислушиваться к негативным рекомендациям никакого Байдена, Обамы и так далее, если им нужно говорить о другом. По этой логике не Байден или Вашингтонский обком создают либеральную прессу, а либеральная пресса создает Байдена, Обкомы и что угодно. У нынешнего поколения журналистов есть четкие политические убеждения, и они не готовы ими поступиться даже в работе, которая вроде бы заключается в служении обществу в целом. Я вижу причину в том, что американские родители подарили детей левому промыванию мозгов и заплатят за это бесконечную цену. Начиная с 30-х годов Америку заселили либеральные профессора. Они назывались «Франкфурт экономическая группа» и промыли мозги на протяжении десятков лет. Вот типичный пример либерального вуза – Нью-Йоркский университет. Среди его выпускников 26 лауреатов Пуллицеровской премии. Студенты НВЮ всегда были в либеральном авангарде. Например, в 60-е и 70-е годы активно участвовали в протестах по поводу расовой дискриминации и войны во Вьетнаме. С тех пор в плане поддержки прогрессивной повестки тут мало что изменилось. Айнура Кудайберген заканчивает четвертый курс факультета медиакоммуникаций. Говорит, профессора прямо в аудитории высказывались перед выборами в поддержку Байдена и движения Black Lives Matter. В университетской имейл-рассылке напоминание студентам о ценностях вуза – это причастность, общность, действие. Информация, что Байден, по всей видимости, победил. И содержание его первой предвыборной речи. У вас есть вообще республиканцы-студенты? Даже если есть, у них нет права, даже не то, что права, а давление от того, что нужно просто, если находишься в этом вузе, быть либералом. Но ты вот это как-то ощущаешь на себе? На себе? Да, когда меня спрашивают, на кой стороне ты, я стараюсь избегать вопроса, сказать либо, что я нейтральная, или на либеральной стороне, чтобы меня считали за своих. Получается, либеральные профессора своими же руками формируют не только базу поддержки демократов и куют кадры для левых СМИ, но и создают так называемое молчаливое трамповское большинство, которое дает о себе знать только галочками в выборных бюллетенях и в Твиттере. Его аккаунт президент превратил, по сути, в свое СМИ. Твиттер стал помечать и блокировать спорные ложные посты Трампа. Тогда его сторонники собрались в другой соцсети. Она называется «Парлер». Множество аккаунтов, так или иначе, поддерживающих Дональда Трампа. В комментах пишут, что Дональд Трамп по-прежнему президент, и что выборы у него украдены. Есть довольно любопытный аккаунт наших теперь уже старых, считайте знакомых, Project Veritas, где выкладываются как раз все эти данные прослушки CNN. Так что всегда можно найти кружок по интересам, как бы твои высказывания не ограничивали какие-нибудь СМИ или соцсети. Для тех, кто все же хочет видеть всю полноту картины, появился портал All Sides. Он примерно классифицировал СМИ по всему спектру, от крайне левых до крайне правых. Вот как на одних лишь заголовках можно увидеть примеры разной подачи одной и той же информации. Совершенно нейтральный Associated Press констатирует факт. Устойчивый рост акций приводит к новым рекордам на Уолл-стрит. Левая Yahoo News рапортует. Фьючерсы дорожают по мере того, как законодатели приблизились к соглашению о матпомощи американцам. Тут уже намек на плюшки для народа, которых демократы добиваются в Конгрессе. А правая New York Post выдает. Хедж-фонды бьют рекорды к концу исторически изменчивого 2020 года. Здесь отсылка к небывалым экономическим успехам Трампа, с которых 20-й и начинался. По-моему, появилась большая проблема доверия к новостям. Телеканалы воспринимаются как часть политической элиты, а не как представители общества. Хотя первая поправка Конституции как раз для этого и принималась, чтобы СМИ могли отстаивать интересы граждан. Корреспонденты, журналисты, медиа-менеджеры должны посмотреть на себя в зеркало и попытаться понять, они точно работают в интересах общества, а не своих, собственных. То есть СМИ все, либеральное тоже? Это было бы сильным упрощением. Ведь даже в самых либеральных, либо самых консервативных медиа все еще находятся журналисты, работающие по обе стороны мнений. Как, например, та же Кэти Янг. Меня ругают за то, что вот я наймит правых там половину, за то, что вот там Сороса, вы знаете, там Сороса, я от Сороса якобы, так сказать, непосредственно получаю деньги. В общем, американскую повестку дня определяют не Вашингтонские и прочие обкомы, и нет тут никаких методичек. В каком-то смысле повестку формируют даже не редакции, а мы. Мы — это люди, которые приходят работать в эти самые редакции, и мы — это зрители, живущие в поляризованном обществе, со своими политическими пристрастиями, со своей склонностью стать ультралевыми или ультраправыми, со своей готовностью устраивать холивары на тему «Трамп неудачник или гений». Мы — люди, формирующие запрос. Должны ли СМИ безгранично потакать этому запросу? Не уверен. Мы вот работаем по обе стороны мнений, правда, и получаем потом порой с обеих сторон. Гарри Книгницкий, Дмитрий Попов, Александр Карпенко, Владимир Горошников, Семен Лобачев, RTVI, Нью-Йорк.